У нас, у жителей небольшого провинциального городка Верхотурья, цены на отопление, как в Москве, Санкт-Петербурге и других больших городов нашей страны. И это при том, что уровень жизни Верхотурья очень низкий. Здесь нет никаких предприятий. Мы живем, по сути, в типичной сельской местности. Такие высокие цены нам не по карману. А теперь обо всем и по порядку. В Свердловской области в городе Верхотурья нарастает социальное напряжение. Причина тому очень высокие цены на отопление, которые поставляет с осени 2014 года компания «Уралтек». 2829 рублей за гикокалорию. Это, к примеру, получается за квартиру с общей площадью 60 квадратных метров 5 с лишним тысяч рублей. Вот по такому тарифу платят верхотурцы. Что примечательно, к примеру, в столице Урала, Екатеринбурге, где проживает почти полтора миллиона человек, тариф в среднем на тысячу рублей дешевле. Это при том, что в масштабах России Екатеринбург имеет очень развитую социально-экономическую инфраструктуру. А мы, верхотурцы, живем, откровенно говоря, в сельской местности. Тут явно оценка для верхотурцев на допустимость данного тарифа не была проведена. Из-за высокой стоимости заотопления у верхотурцев появились подозрения, что их обманывают. Ну, к примеру, по документам топят углем, а в реальности топят с резкой и отходами от пиломатериалов. В связи с данными подозрениями местные народные избранники в декабре 2015 года организовали общий депутатский запрос в РЭК, региональная энергетическая комиссия. В январе на депутатский запрос был получен ответ, который еще больше подтвердил подозрение, что нас обманывают и тут, возможно, есть коррупция, а не ошибка. Самые подозрительные фрагменты официального ответа РЭК на общий депутатский запрос вы можете посмотреть самостоятельно по ссылке в описании под видео. А я в данном видео сделаю акцент на то, что в документе в качестве используемого топлива было указано нефтяной кокс, то есть уголь и газ. Это дорогостоящее топливо. Таким образом, по бумагам получается, что округ до сих пор использует для отопления населения уголь, а на всех уровнях давно отчитались, что перешли на более дешевое местное топливо, дрова и отходы. Правда, данные, которые я сейчас озвучил, если я не ошибаюсь, за 2014-2015 год, но с того времени тариф стал еще дороже. По всей видимости, Уралтеки по сей день по бумагам отапливают нас дорогостоящим топливом, а возле их котельных постоянно находятся древесные отходы, а не нефтяной кокс. Субтитры создавал DimaTorzok